привет друзья с вами виктория сегодня готовлю десерт с мандаринами фруктовый десерт на новый год это очень актуально новогодние десерты это всегда красиво вкусно празднично и приготовить такие десерты совсем просто также можно приготовить заранее я вам предлагаю два варианта рецептов один с мандаринами и другой другими фруктами оставляю вас видео если рецепты видео вам понравится не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал 10 грамм желатина замочим в холодной воде чтобы он размяк в емкость выливаю 500 миллилитров молока и 200 миллилитров жирных 30 процентной жирности сливок добавляю 3 столовые ложки сахара и одну столовую ложки экстракта ванили экстракт ванили по желанию ставлю на плиту и постоянно помешивая довожу массу до закипания но не кипячу в горячую массу выкладываю размягший желатин можно использовать желатин в листиках как я или гранулированный желатин и того и другого желатина будет достаточно 10 грамм хорошо перемешиваю и переливаю массу в другую емкость и перебиваю погруженным блендером для того чтобы добиться стопроцентной однородности можно это сделать пропустив массу через сито нарезаю одно яблоко нарезаю на дольки примерно вот такого размера это мне нужно для того чтобы установить стаканы можно воспользоваться стаканами или бокалами вот таким образом под наклоном что же самое можно сделать установив бокалы в форму для кексов или маффинов разливаем массу по стаканам когда десерт застынет получится красивый узор и отправляем в холодильник минимум на 1-2 часа смотрите еще больше рецептов на моем канале и подписывайтесь на мой канал все рецепты десертов выпечки я вам оставлю в описании под видео пока десерт у нас застывает подготовим фруктовую основу и первый рецепт у нас будет панакота с мандаринами 10 грамм желатина замочу в холодной воде до размягчения 600 грамм мандаринов это примерно 6-7 штук очищают кожуры помещаю в чашу миксера и перебиваю до состояния пюре в сотейник переливаю мандариновое пюре добавляют три столовые ложки сахара и сок 1 лимона хорошо перемешиваю ставлю массу на огонь и довожу до закипания регулярно помешиваю горячую массу добавляю размягчий желатин все сразу хорошо перемешиваю и перебиваю погруженным блендером до однородного состояния можно этот этап пропустить и просто пропустить через сито или просто хорошо перемешать у меня маленький ребенок поэтому я предпочитаю это делать блендером и 2 панакота у меня будет с манго очищаю одно манго сначала нарезаю его на дольки и затем на маленькие кубики в манго добавляю сок лимона одну столовую ложку сахара перемешиваю и отставляю наша сливочно-молочная основа застыла простояла она у меня в холодильнике полтора часа я проверила ее пальчиком ничего не прилипает основа держит форму значит можно заливать фруктовую основу убираю стакан и ставлю их ровненько чтобы получился красивый узор и буду заливать основу с мандариновым желе мандариновое желе должно быть уже остывшим до комнатной температуры посмотрите как красиво уже получается очень аппетитно отправляем десерт в холодильник минимум на 45 часов до полного застывания и продолжаю заполнять бокалы основой из манго то же самое можно сделать с другими фруктами например киви хурмой или разными ягодами даже замороженными получится тоже очень вкусно и в этот раз уже десерт фруктовая основа без желатина и панакоттус манго тоже отправляем в холодильник для того чтобы сливочно-молочная основа полностью застыла на 45 часов оба десерта получаются очень вкусные ароматные и будут красиво смотреться на вашем праздничном столе это видео вам понравилось и вы порадуете своих близких и приготовить им такие десерты всем спасибо что были со мной ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать уведомления о новых выходящих видео а я всем желаю прекрасного настроения отличных вам праздников и до новых встреч с новыми рецептами и 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